Всем привет! Очень часто возникает вопрос, как почистить серебряные изделия от темного налета. И сегодня я вам расскажу 6 способов, как быстро удалить загрязнение серебряных изделий. И начнем мы с самых простых способов, которые работают. Итак, поехали! Способ номер первый. Чистка помады. Обычная губная помада является одним из лучших средств для чистки серебра. В своем составе она содержит диоксид титана и много жиров. Диоксид хорошо очищает от загрязнений, а жиры способствуют полировке до блеска. Возьмите любой завалявшийся тюбик и ватный диск. Смажьте помадой ювелирные изделия и натрите его до скрипа. Украшение очищается от черноты прямо на глазах. Единственный недостаток – очистка эффективна только на гладких поверхностях. Способ номер два. Чистка серебра зубной пастой. Зубная паста содержит абразивные полирующие микрочастицы, мел, песок и другие. Они отменно удаляют налет серебряных украшений, не царапая их. Нанесите пасту на увлажненную щетку, желательно, чтобы у нее был мягкий ворс. Они бережно очищают поверхность и глубже проникают в декоративные плетения цепочки. В завершение промойте ювелирные изделия теплой водой и натрите мягкой салфеткой или микрофиброй. Способ номер три. Очистка яичным желтком. Этот метод дошел к нам из глубины древности, когда серебряные изделия ценились дороже золотых. Смочите ватный тампон в желтке и натрите поверхность украшения. Затем дайте ей просохнуть и смойте водой. И ваше колечко не только хорошо очистится, но и долго не загрязнится. Яичный желток защищает от оксидов, провоцирующие потемнение. Способ номер четыре. Чистка серебра с содой и алюминиевой фольгой. Это самый быстрый рецепт чистки серебра и один из эффективных. Чтобы почистить украшение от наслоения, на дно кастрюли положите алюминиевую фольгу и серебряные изделия. Скипятите воду и добавьте в нее пищевую или кальцинированную соду. Из расчета на один литр воды 50 грамм соды. Отдождитесь, пока смесь перебурлит и залейте украшение этим раствором. Сода и алюминий вступают в реакцию с сульфидом серебра и через несколько минут чернота исчезнет. Цепочка заблестит, как новенькая. Помойте их проточной водой и просушите. Способ номер пять. Чистка серебра, перекисью водорода и нашатырем. Возьмите в разных частях нашатырный спирт и перекись водорода. Смешайте и положите в полученный раствор украшение. Емкость должна плотно закрываться, потому что пары раствора аммиака едки и с жутким запахом. Подержите в растворе украшение 15-20 минут, затем промойте водой и высушите. Не замачивайте кольца и серьги, если камни приклеены. Они скреплены с помощью лапок. В растворе клей размокает и камни выпадут. Способ номер шесть. Чистка серебра раствором аммиака, нашатырем. Аммиак самый лучший способ, который на 100% справляется с чисткой серебра с камнями. По мутневшим камням он возвращает первозданный блеск. Все, что нужно, это налить закрывающую баночку на шатырь. Покласть туда ваше колечко, цепочку и энергично взбалтывать. Как только украшение очистится, промойте водой и на сухо вытрите. Результат налицо. Цепочка и колечки, очищенные в растворе аммиака, выглядят как новые. Загрязнения сошли, камни снова сияют. Не чистите серебряные украшения с камнями сухой содой. Абразивы агрессивно воздействуют на пористую структуру натуральных вставок. Жемчуга, бирюзы, кораллов и других. Камни со временем мутнеют и теряют свой натуральный блеск. Хотим предостречь вас по чистке серебра перекисью водорода. Неоправданный риск. Несмотря на то, что перекись водорода хорошо отбеливает серебро, он активно вступает в реакцию с другими химическими веществами. Если не знаете состав вашего изделия, результат может получиться обратный желаемому. Украшение станет матовым. Появляется темный налет. Со временем он смывается и матовость исчезает. Но наша цель – очистить изделие, а не загрязнить его больше. Поэтому мы не советуем экспериментировать и чистить дракометаллы перекисью водорода. Из всех опробованных способов для чистки серебра украшений лучшими оказались раствор аммиака и сочетание сода с алюминиевой фольгой. Нашатырь быстро растворяет даже устойчивое наслоение в труднодоступных местах. Придает блеск драгоценным вставкам, не повреждая их. Раствор соды ничем не уступает по качеству чистки. Единственное, не стоит чистить этим способом изделия со вставками, чтобы они не отклеились во время замачивания. Если нужно почистить кольца или сережки на скорую руку, берите зубную пасту или помаду. На этом и все. Надеюсь, вам понравились эти шесть способов и возьмете на заметку и будете чистить ваше украшение одним из этих способов. Прошу вас оставить комментарии и поделиться своим методом чистки. Ну а за проведенные эксперименты, мои труды и старания поддержите канал лайком и подпиской. На этом и все. До новых встреч. С вами был Александр, Поиск 63. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok